Друзья, приветствую вас на нашем канале. Компания УАЗ в последние два года постоянно заявляет о том, что продажи ее автомобилей растут. Из-за этого она неоднократно увеличивала объемы производства. Однако текущая ситуация, вероятно, продлится недолго. То есть в ближайшем будущем можно ожидать резкого снижения продаж автомобилей УАЗ. Этому есть как минимум два объяснения. Во-первых, автомобили УАЗ в основном закупают государственные и муниципальные органы. То есть рост продаж машин ульяновского автозавода – это временный эффект, обусловленный текущей ситуацией на отечественном рынке. Во-вторых, продукции УАЗ уже давят китайские автомобили. Так, например, Минобороны, которая постоянно закупала машины ульяновского автозавода в больших объемах, сейчас переключилась на пикапы Great Wall и внедорожники Havail. Плюс ко всему, китайские компании все активнее поставляют в Россию автомобили, которые могут создать определенную конкуренцию УАЗу, хотя они и дорого стоят. Поэтому ульяновскому автозаводу уже сейчас нужно приступать к разработке новых продуктов, а не только заниматься модернизацией Патриота. Модельный ряд предприятия включает в себя исключительно устаревшие машины, которым сложно конкурировать с более современными китайскими продуктами. Независимый разработчик показал, в каком направлении может двигаться ульяновский автозавод. Он представил на серии рендеров концепт нового кроссовера УАЗ-451 «Циклон». Отметим, что подобный автомобиль действительно может пополнить российский рынок. Прежде всего, как было отмечено выше, УАЗу нужны новые продукты. Они защитят компанию от падения продаж текущих автомобилей, что сразу ударит по финансовому положению ульяновского автозавода. И первым подобным продуктом может стать именно среднеразмерный кроссовер. Текущие продажи черри Тига 7 Pro Max, Джили Манджаро и других моделей длиной 4,7-4,8 метра показывают, что спрос на такие машины в России очень высокий. Однако УАЗ даже Патриота обновляет за счет иностранного партнера Соллерс. Внедорожник получит турбодизель и шестиступенчатую механику Джак. То есть ульяновский автозавод сможет выпустить новый кроссовер только при непосредственном участии иностранного партнера. К слову, подобные высказывания уже делали сами представители УАЗа. Дизайнер, опубликовавший данные рендеры, создавал новый циклон на базе Fisker Ocean. Выбор в пользу продукта американской компании может показаться нелогичным. Однако такой вариант развития модельного ряда УАЗа вполне возможен. Дело в том, что компания Fisker находится в стадии банкротства. При этом ей необходимо как распродать ранее выпущенные кроссоверы Ocean, так и найти деньги для выполнения текущих обстоятельств, в том числе по обслуживанию ранее проданных автомобилей. Частично решить заявленные проблемы поможет сотрудничество с УАЗом. Ульяновский автозавод, наладив производство американских кроссоверов под собственной маркой, должен будет выплачивать Fisker определенную сумму, которую, в свою очередь, компания сможет направить на выполнение обязательств. В свою очередь УАЗ за счет такого сотрудничества получит в распоряжении автомобиль и технологии, которые отечественный автозавод не смог бы разработать в течение многих лет. При этом сотрудничество между сторонами пойдет по нестандартному сценарию. Точнее, для разработки представленного проекта УАЗ Циклон придется привлечь еще одну компанию, скорее всего, Джак. Дело в том, что Fisker Ocean – это проблемный автомобиль, который скрывает в себе много заводских дефектов. Перед запуском производства кроссовера в России участникам проекта придется устранить эти недостатки. Но учитывая, что у УАЗа нет ни технологии, ни опыта в разработке подобных автомобилей, для решения представленной проблемы потребуется участие еще одной компании, которая обладает соответствующими возможностями. Кроме того, американскую модель придется адаптировать к российскому климату. Это как минимум означает, что аккумулятор Fisker Ocean дополнит системой терморегуляции, которая сократит расход энергии на холоде. Но в остальном УАЗ Циклон будет полной копией американского прототипа. То есть длина российской модели составит 4775 мм, ширина 1995 мм, а высота 1631 мм. Размер колесной базы достигнет 2921 мм. Отличительной особенностью УАЗа Циклон станет платформа типа скейтборд, в которую интегрируют батарею. Такая архитектура имеет несколько преимуществ, но применительно к ульяновскому автозаводу две из них играют ключевую роль. Заявленная компоновка существенно повышает устойчивость автомобилей, а сама платформа позволяет создавать электрокары разного типа, что поможет УАЗу за сравнительно короткий срок выпустить целую линейку электрических машин. Представленный Циклон по умолчанию будет оснащаться 279-сильным электромотором, а за доплату двумя двигателями, выдающими совместно до 548 л.с. Запас хода у российской новинки неизвестен. Это обусловлено заявленными выше работами по модернизации американского прототипа. Но УАЗ Циклон точно сможет проезжать более 400 км без подзарядки. От американского прототипа российской модели достанется основное оборудование. Вместе с тем УАЗ Циклон не получит технологии, необходимые для реализации полуавтономного управления. Это связано с тем, что для их внедрения ульяновскому автозаводу потребуется разработать как минимум новое программное обеспечение, а на такой шаг УАЗ не пойдет, так как он потребует достаточно крупных финансовых вложений. Новый кроссовер Циклон при соблюдении описанных условий будет стоить дороже 6 миллионов рублей, что соответствует российским ценам на подобные автомобили. На рынок автомобиль выйдет не ранее второй половины 2025 года. На этом у меня все, не забывайте подписываться на наш канал, у нас много интересных новостей из мира авто, а также ждем вашего мнения касательно представленной новинки в комментариях к этому видео. Спасибо за просмотр и удачи!